Детская гостиная И кустарники со старыми деревьями Но скоро все должно измениться По градостроительному проекту Здесь предполагается площадка Для досуга детей с родителями И именно тут логичнее всего По мнению общественницы Яны Поляруш Поставить памятник Агнии Барто Яна автора этой инициативы Это место чудесным образом Соединит городской парк С местом рекреации Где сейчас есть всякие кафешки И выходом уже дальше в центр города Улицу Московскую Таким образом мы получаем Круг туристический И для прогулок по городу Город обязан увековечить память Самой известной детской поэтессы Которая тем более Написала поэму в его честь Эту инициативу еще в прошлом году Поддержал глава Денцовского округа За выступает и владелец Небольшого ресторанчика неподалеку Артем Колтунов У него свои резоны У этого звенигородского дворика Должен появиться хозяин Старые старые какие-то были Собаки Тут бездомные Бродящие ходили Ну в общем прям Жест была одним словом Это вот все совместно с доброделом Как бы решили вопрос Но остался вопрос То есть оно никому По сути не относится Ну И ответственность никто не несет Если с местом Где появится памятник Агнии Бортов Более-менее есть какая-то ясность То то Как он будет выглядеть Решается не здесь Не в звенигороде А в Москве Там где находится Мастерская Владимира Курочкина На Кадашовской набережной В мастерской Которая по сути находится Через дорогу От московского Кремля Владимир Курочкин Сотворил свое видение Памятника Агнии Борто Это большая Сложная композиция Воплощенная пока в пластилине Языком тела и жестов Скульптор постарался Через каждую фигуру Выразить целый букет Чувств ребят Слушающих Чтение И все они Со своими мыслями И со своими переживаниями И вот это мне Как художнику Очень интересно Передать вот эту Всю гамму Эмоций Настроений Скульптор активно возражает Против попыток Конкретно сформулировать Какую сцену он изобразил Пусть каждый зритель поймет сам Главное Взрослый читает книгу Детям И те его Внимательно слушают Ведь это же Почти библейский сюжет Именно Общечеловеческая история Которая стоит Вне времени И которая будет Понятно Абсолютно Всем людям В мастерской художника Много эскизов Которые превратились В реальные памятники Еще больше Не дождавшихся Своего часа Вот например Как в альтернативной вселенной Выглядел бы памятник Любови Орловой Из Венигороди Этот вариант В свое время Не прошел конкурс Но лучше всего Звенигородцы знают Владимира Курочкина По его памятнику Антону Чехову Тот давно превратился В любимую И горожанами И туристами Достопримечательность С памятником Чехову Связана любопытная история Которую рассказал Сам скульптор Обратите внимание Есть одна Небольшая Но заметная Деталь Которая отличает То как было задумано И то как это было В итоге воплощено Тех кто Заметил Поздравляю Тем кто не заметил Объясняю Не застегнута Вторая Пуговица Кителя Это сделал скульптор Как он объясняет В последний момент Он решил пошарить Из таких деталей Складывается История города Края Региона Страны Интересно Найдется ли в этой истории Место и для Огни Барто Тимур Гайсин Илья Павлов Звенигород Москва Телекомпания Одинцова Продолжение следует... Продолжение следует...